Постмодернизм. Главные выводы. Объективной истины не существует. Все факты – это интерпретация, все знания – это всего лишь чей-то нарратив. Мы, конечно, все замечаем, как меняется жизнь вокруг нас. И в ней происходят вещи, не всегда понятные с точки зрения формальной логики. Беспрепятственное распространение лжи, размывание смыслов, скрывающиеся за непонятными словами, растущий антисемитизм, оправдание терроризма – это реальность, ставящая в тупик здравомыслие. Почему мы слышим с высоких трибун, от людей, наделенных властью и знанием, не все так однозначно, зависит от контекста. Все чаще нам приходится слышать, что мы живем в эпоху постмодернизма. Это произносится всегда с усмешкой и чаще всего с горькой. Но что же это такое – постмодернизм? Как и когда это явление вошло в нашу жизнь? Кажется очевидным, что это нечто, следующее за модернизмом. Итак, постмодерн связан с преодолением социальной ориентации, присущей обществу эпохи модерна. Постмодернизм – это глобальное явление и одно из главных понятий современной социальной теории. Вот на этой таблице, я не буду подробно останавливаться, вы можете сами посмотреть, разница между модерном и постмодерном в разных сферах нашей жизни. Как же мы дошли до жизни такой? Ну, начало, еще в XVIII веке, Эммануэл Кант выражает сомнение в том, что разум объективно отражает действительность. И он пишет свою знаменитую книгу «Критика чистого разума». По сути, он говорит, что невозможно понять действительность. Все субъективно. Вольтер говорит, что разум приспосабливается к действительности. То, что я чувствую, это и есть действительность. В XIX веке с его господством разума создается впечатление, что разум победил, и человечество ожидает счастья и прогресс. Вот так представляли себе в XIX веке философы, как человечество может достичь счастья с помощью разума и прогресса. Это наука, индивидуализм, либерализм, свобода, толерантность, наука и медицина, которая приведет, ну, по крайней мере, улучшит здоровье человека, техника, новые товары. И все это, думали они, приведет к счастью и прогрессу. Но нет, не так уж счастливо современное человечество. В XX веке происходит крушение сознания. Сначала Первая и Вторая мировые войны, кровопролитные, которые повергли человечество в пучину разочарования. Это не подвластно разуму. Как люди могут миллионами убивать друг друга по ничтожному поводу? Как можно, или надуманному поводу, как можно верить в разум после Холокоста, Хиросимы и Нагасаки? Разум привел человека к левому коллективизму, читай, фашизму, и правому коллективизму, читай, коммунизму. Оба были основаны на разуме, и оба потерпели крах. Один привел к Освенциму, другой к ГУЛАГу. Теория относительности Эйнштейна и квантовая теория поколебали убеждения человечества, что мы все знаем о мире, в котором живем. Оказалось, что не все так однозначно. И разум исчезает, когда происходят беспричинные войны, а фашизм рядится в цветастый сарафан. Вот появляются новые философы, которые, собственно, предлагают нам разрушить существующие понятия, существующий мир во имя чего? Во имя отказа от разума, пользу чувств и множественности смыслов. Но оказалось, что счастье – тоже вещи относительные, не зависит от прогресса. Бедные и несчастные будут всегда. На наших глазах происходит революция в философии и науке, и мир меняется, когда это начинает доходить до неоспециалистов, то есть до нас с вами, потому что философы обычно опережают свое время на 30, 40, а может даже 50 лет, а в жизни их идеи приходят гораздо позднее. Вот так Мартин Хайдеггер приходит к выводу, что… Ну, мы видели, что они жили или в начале века, или даже в прошлом веке родившиеся. Вот они призывают, что философию нужно произвести деконструкцию, философию и ее истории. Он говорит, что конфликты и противоречия – это более глубокая правда, чем отсутствие конфликтов, и что основа нашего разума, слова и понятия – это барьеры, мешающие нам понять действительность, и их надо реконструировать. Чувства – это более глубокий проводник в мир действительности. Все философы новой формации продвигали идею отказа от разума в пользу чувств и множественности смыслов. Фуко, это его фотографии, он философ нового времени, показал взаимосвязь между знанием и властью в гуманитарных науках с их практиками, касающимися руководства людьми. Фуко интересовали условия, которые в конкретный момент времени отвечали за выражение истины в гуманитарных науках. В самых общих чертах управление для Фуко связано с руководством поведения. Проще говоря, постмодернизм – это междисциплинарное движение, характеризующееся скептицизмом, релятивизмом и субъективизмом. Он отвергает разум, объективную реальность и в более широком смысле западную философию, построенную на основах просвещения. Постмодернистские идеи – это новое увлечение западного мира. Новая философия полагает, что коллективное общество должно создать иерархию исторически обездоленных и пострадавших групп, которая включает, обратите внимание, сексуальную ориентацию, национальность, расовую принадлежность, пол, этническую принадлежность, религию, финансовое положение, безопасность и так далее. Им следует предоставить больше власти и права голоса в обществе. И все это в надежде разрешить проблемы того, что постмодернисты в американских академических кругах воспринимают как социальную несправедливость и институциональные предубеждения. Что же это за предубеждения? А это предубеждения, которые призваны принести пользу только таким группам, как белые европейские мужчины и некоторым избранным другим за счет всех других исторически находящихся в неблагоприятном положении групп. И кто же эти группы, находящиеся в неблагоприятном положении? Это афроамериканцы, ЛГБТ-сообщества, беженцы-исламисты и тому подобное. Евреи в этой иерархии находятся в группе угнетателей. И эти идеи воплотились в 21 веке, особенно в США, когда мир потрясли погромы антифы Блок Ливс Метта и Митту. Были такие, как мы помним, не будем останавливаться. И откуда же, откуда дровишки? В начале и в течение 20 века еврейские эмигранты из бывшего СССР и Европы в США добились огромных успехов и заняли ключевые позиции во всех сферах бизнеса, культуры, политики, общественной жизни. Большинство из них были беженцами от немецкого нацизма, их потомками. Но и их трудами, и, разумеется, трудами коренного населения США достигли высочайшего уровня жизни. Но сегодняшние эмигранты из мусульманских, латиноамериканских и других стран с низким уровнем жизни, пользуясь всеми благами этого уровня, видят несправедливость современного мироустройства в доминировании белого большинства и требуют справедливого переустройства. Их поддерживают в этом стремлении богатые страны, в основном мусульманские, видящие будущее в воспитании молодого поколения революционеров, разрушителей, устоев. Такое воспитание осуществляется легально через образовательные учреждения, где постмодернистский и антисемитский нарратив является доминирующим. Это представляет угрозу не только для евреев США, но и для евреев в Европе, не говоря уже об Израиле. Резня 7 октября вызвала всплеск антисемитизма во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах, поскольку так называемые прогрессисты приняли токсичные идеологии, которые внушили им веру в то, что Израиль и евреи являются белыми угнетателями. Феномен интерсекциональности используется, чтобы заставить замолчать сторонников Израиля, утверждая, что они являются привилегированными угнетателями и, следовательно, не имеют права участвовать в дискурсе. После поражения в Холодной войне нацизм и сталинизм объединились, промывая мозги миллионам жителей Запада двусмысленностью в советском стиле и ненавистью к евреям в нацистском стиле. Огромное количество людей на Западе теперь верят в очевидную ложь, распространяемую Хамасом, ООН и в средствах массовой информации. Эта ложь создает образы страданий в ГАЗе, которые неустанно транслируются по телевидению и социальных сетях. Скандал в американских университетах взорвал мозги здравомышлящих людей, не зараженных новой идеологией. Гендер, деколонизация, привилегии, интерсекциональность, дискурс. Все эти слова, попав из академических статей в повседневный обиход, эти слова все сильнее влияют на наше восприятие мира. Но откуда они взялись вообще? Их источник – многообразие теорий постмодернистского толка с его проблемой власти, знания и силы, и истины. Никто не может укрыться от активистов, задавшихся миссией выявить, уничтожить любые формы угнетения. Что же это за формы? Секс, искусство, архитектура, учебники истории – все это подлежит пересмотру. Вот времена не выбирают. Мы живем в эту эпоху, которую мы не выбирали. Вот, значит, премодерн – человек-бог, модерн – человек-человек, постмодерн – человек-шутка. Это бессмысленный казус, не выражающий ничего. Истина. Истина тоже подвергается сомнению. Есть истина такая, есть истина такая, есть истина другая. Слова, предназначенные для описания реальности, ей не соответствуют. Правда больше не отражает то, что происходит на самом деле. Непрекращающаяся ложь мировых лидеров стала возможной благодаря духу нового времени, в котором у правды нет привилегий. В постмодернизме слова стали оружием против Израиля. Ключевые слова используются в произвольной форме с целью делегитимации Израиля и проникновения в массовое сознание. Так, слово апартеид стало ассоциироваться с Израилем, несмотря на то, что израильские арабы, друузы, эфиопы служат в высших эшелонах израильского правительства, парламента, судебной власти. Одно из самых вопиющих языковых извращений произошло благодаря резолюции ООН 1975 года, провозгласившей сионизм расизмом. И хотя впоследствии эта резолюция была аннулирована, ее идеи укоренились, и для многих сионизм навсегда остается сионизмом расизма. Укоренилось также утверждение, что Израиль совершает палестинский геноцид, хотя палестинское население в Иудее, Самарии и Гази продолжает расти быстрыми темпами. Нас переиграли. Эта игра слов имеет последствия для реального мира. Сегодня не существует универсальных определений таких слов, как терроризм и антисемитизм. Это позволяет таким организациям, как еврейские голоса за мир, приглашать таких террористических организаций, как Хамас и другие, действовать относительно беспрепятственно на международной арене, поскольку слово террорист для одного означает бандит, а для другого – боец национального освободительного движения. Ярким примером этой тенденции является новое определение слова беженец. Каждый беженец в мире теряет свой статус после переселения в другую страну, и их потомки также не получают статус беженца. Только палестинцы считаются беженцами даже после переселения и их потомки наследуют этот статус на неопределенный срок. Чтобы понять силу языка и влиять на коллективное сознание и международное право, Израилю понадобится много времени. Преодолеть это и принять правила игры будет сложно. Нас переиграли. И с тех пор, как армия обороны Израиля начала свои воздушные наземные морские усилия по искоренению Хамаса и таким образом обеспечению невозможности повторения этих преступлений, международное сообщество и большая его часть в основные средства информации изменили сценарий конфликта. Израильтяне жертвы не спровоцированного акта террористической агрессии совершенной группой, целью которой является уничтожение единственного еврейского государства на планете и геноцид его народа теперь ложно изображаются как виновники геноцида. А палестинцам, которые устроили или приветствовали крупнейшую массовую резню евреев во время Холокоста, теперь широко говорят как о беспомощи и невинных жертвах той войны, которую они начали. Ну, более 100 заложников мы знаем, захваченных в плен в Газе в то утро Черного Шаббата до сих пор удерживаются террористами, судьба часто забывается или даже немедленно преуменьшается теми, кто беспокоит только безопасность тех, кто совершил преступление 7 октября. Израиль также не избежал влияния постмодернизма. Переход от модернистской этики создателям Израиля в начале века к постмодернистской этике их детей и внуков произошел при подписании договора Осла. Сионистский нарратив приравнивается к палестинскому нарративу и поэтому существует день независимости и день нагбы и надо уважать и то и другое, ведь абсолютно истины не существует природе. Но постмодернизм настолько овладел умами и душами, что указания на данное противоречие мало кого заставляют задуматься. И правда зависит от того, как и у кого спросить. Плюраризм это, конечно, хорошо, но когда речь заходит о выживании, нет большей глупости, чем прислушиваться к аргументам врагов. Последние события в Израиле выявили слабость западной этики и аргументации, а также слабость нашей позиции в мире, принявшей эту этику. И с одной стороны это привело к расколу внутри израильского общества, а с другой стороны его консолидацию. Недоверие к правительству, которое жонглирует словами, уступает западному давлению, не может противостоять лжи ни вне, ни внутри Израиля, не улучшает ситуацию. И по этой причине арабские студенты Тель-Авивского, Хаевского и еврейского университетов в Иерусалиме могут провести демонстрацию в поддержку террористов, а потом, как ни в чем не бывало, вернуться в аудиторию и продолжать обучение. Еврейский университет ранее отстранил, но затем восстановил в должности профессора отрицающего изнасилования 7 октября. Этот профессор права Надера Ха Шалхуб Кеваркян это она, это женщина, феминистка, назвала Израиль преступником и машиной для убийств и заявила, что он лжет о том, что террористы убивают владельцев и ее восстановили. Травма 7 октября все еще не преодолена и вряд ли будет когда-нибудь преодолена. И хотя Израиль проигрывает в информационной войне, стоит быть больше умным, чем правым. Возможно ли это. А у меня все. Спасибо большое, Светлана. Очень интересный доклад и интересно, что тот взгляд на то, что сегодня происходит, вы очень хорошо осветили с точки зрения того, в каком состоянии сейчас находится наше общество и насколько оно подвержено влиянию идеи постмодернизма. Ну и вообще та ситуация, которая к этому привела. Еще раз большим спасибо. Очень логично и очень четко.